Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешен. Номер 618. События дня. 1 Тимофея 4.16. Вникая в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. А так поступая, спасешь себя и слушающих тебя за 22 августа 2017 года. Максим Микрутенко. Мир вам! Мне баптисты подарили Библию. Можно ли считать? Или надо купить православную? Отвечаю. Баптисты и все еретики выбросили 11 книг. Потому лучше всего купить православную Библию по благословению Патриарха Изданную. А считать можно, если это синодальное издание, но не полное. Галина Млеськая, Новокузнецк. Мир вам! О, как понятна боль христианская за душу, погибающая не в истине. Не единожды уже совершаются наши совпадения по вашим темам. А именно, просмотрю ролик от Игнатия Тихоновича и в этот же день получаю подтверждение в слове, либо от отцов. Живой пример после ролика с песнями протестантов считает епископа Феофана Вышинского. Во святой Божией Церкви невозможно такое шатание и колебание мыслей и умничений. Тут определенно одна же навсегда норма умствования во святом символе от апостолов еще преданной и содержимое святою православной церковью. У нас вот какой закон. Слушай, что все говорят от святых апостолов до нас на всем пространстве Христовой истинной Церкви. И покоряйся тому. Видите, какая крепость? Ведь весь сон спасенных и спасаемых так содержит. Что тут значит единицы, говорящие в противности истине? Каждый из нас крепок, как крепка вся Церковь Божия. И благодарение Господу. Том 8, страница 236. Аминь. Вот вчера я не сказал, что во вчерашних событиях дня, позавчера, что у нас было. Мы, когда едем на Шарщино здесь, это получается на северо-запад, ну через наши, которые установили дорогу, пруды и большая как бы яма, лужа на пути. Она не яма даже, а просто вода стоит там на дороге, ну и ясное дело, что там понижение. Я говорил тут брату Игорю Глушкову, возьми на себя хоть что-то, не просто ты вот недоволен, недоволен, ну сделай, чтобы были довольны. А то дорогу сделали, там узкое, а здесь еще что-то, то есть выискивали. Да ты вот сделай, как я сделаю. И категорически отказался. Я говорю, не будешь делать, то мы с понедельника сами сделаем. Но твоего участия, счастья тебе уже в этом не будет. А он ездит там через Моринское, там в другом направлении. Да как это, он-то думает, как-то избежал соприкосновения со мной. А как ты? Да там, где бульдозериста закрыл, там промыв у них там был, что ли. Так это он за мой же счет. Я 11 тысяч отдал за эту его поездку. А тут же, ну и все пришлось сказать тут тогда. И вот стали делать, ну что мы, я, Владимир Никита, Сережа, Сергей Пуков. И еще с вечера сказал Исааки, пришел сын Андрея Устинова. Проходит какое-то время, приезжает Андрей сам. Ну что, забрали ведра, лопаты. Я вижу, работа большая. Решили, я сразу прокопал, как бы небольшой канальчик. Выпустил воду. И теперь, которая там размокшая грязь, давай всю вычерпать. И вычерпали. И теперь носить ведрами. О, оказалось глубоко. Я тогда говорю, ладно, работайте, братья. Я поехал на велосипед и поехал к Игорю барабашу, чтобы помог у него на Беларуси тракторе. И там ковш впереди, такой как бы двигающий, черпающий. Кун называется, что не знаю почему. Я только половину пространства проехал, там ну совсем недалекое, рядом. Так, гляжу, Игорь на велосипеде катит. Поздоровался, ты куда? А к вам? А зачем? Да я подумал, вот вы тут, я тут с мотором, что-то с машиной возился, слышу, мужики кричат. Кто кричат? И залез, он не слышать даже не мог. Кричат. Я подумал, что надо помочь вам куном. А как ты узнал, что я за этим еду? О, вам ли это объяснять? То есть на молитве. Работал с машиной, молился, и Бог положил на сердце. Вот еще доказательства живого Бога. Ни раньше, ни позже, чтобы мы встретились, уразумели это. Но он сразу вернул нас назад, и пригнал, и начал, и все показано, это будет в интернете показано. И сделали. Ну, последобавка какая была, я говорю, пока они тут работают, Андрей приехал, помогает, я говорю, Андрей, надо тебе бензопилу взять, и вот как из Потеряевки выезжают в сторону Барнаула, там, где Лида Маурер жила. Ну, и клен подошел вплотную дорогу, а поворот на 90 градусов вправо, и прям вплотную подъедешь к дороге, тут столкнуться нетрудно, не видно. Надо часть этого клена, сорное дерево, убрать. Сорное-то сорное, это настоящее дерево, и в 20 и больше сантиметров в диаметре. Ну, и он начал тогда, приехал вместе с самым меньшим сыном, Степой, и начал пилить, разделывать, и которые можно, он пилит прямо на дрова сразу, чтобы взять. И вот, и это успели сделать, и это сделали, все до обеда. Ну, немножко там опоздали, на сколько-то, на полчаса домой прийти. Это вот позавчарашний, я не говорил. И вчера, сразу распределять, утром тут, пока у себя, у Володи, вот каждый что-то делает по усадьбе. А как позавтракали, позавтракали в 7 утра, и давайте, идите только в одном месте. Я говорю, все втроем. У батюшки тут повалена большая береза, колоть надо, и они стали колоть. И в это время Алексей Устинов говорит, все-таки созвонился я, и сегодня будет щебень, привезут один КАМАЗ. Ну, опять деньги, понятно, больше 10 тысяч за одну машину. Готовить надо. И правда, приехала. И главное, уже все, я его загнал куда надо, сваливать. А он с шофером едет, еще один руководитель. И не дает сваливать. Сначала деньги отдай. Я говорю, так, сначала вы свалите, я деньги отдам у вас. Ну, правда, привезли. Алексей посмотрел в кузове. Я говорю, а что, обманывали? Да. Ну, это деньги отдал, вываливай. Ну, все, и вывалил он. Там сколько, 4-5 мес. Не сразу все. Алексей сказал, что обязательно, чтобы сваливал с задней части, а не на сторону, иначе у нас тут все пропадет некуда. Ну, и все было сделано. Оказался человек Александр Михайлович, шофер. Он понимает, тут рядом, прям рядом здесь же, в нескольких шагах, Роман Малыш с нашим старым самосвалом возится. И он подошел, давай там проворащивать, где, что, искра. Видно, понимает. Это вот вчера. И потом все-таки уговорил я их, они созвонились начальнику, и говорят, деньги получили. Видимо, им не всегда давали. И все-таки уговорил я их привезти второй КАМАЗ. А теперь сразу звонить Жене Долгову, фермеру. Фермер в соседней деревне Подстепное. У него 7600 гектар земли. Вот вообразите. И там у него грейдер есть. Я чтоб грейдер прислал. Он говорит, сейчас и горох собираем. Никак, дня через три я пришлю. И вопросов нет. Ну, я не плачу за грейдер. А это все деньги, деньги, деньги. Еще нету. Это вот вчера день. Это отчет, как бы, события дня. А утром я только поехал. Ну, аппарат всегда с собой, видеоаппарат. Едет какая-то машина, какая-то клетка сзади. Вот я увязался за ней. И они остановились. Ну, я давай сразу снимать. Вышел и еду, велосипед держу. И вижу, мужчина вышел. Кто вы такие? К кому? К Андрею Устину. У вас что, свиней покупаем? А я за ними. Ну, они ничего не говорят. Зашли, Андрей ждет их. Я говорю, езжайте за мной, я вас довезу. Доведу. Ну, и дальше я первый раз увидел, как грузят скот. Ну, это свиньи. Специальная клетка. И как в нее загоняют. Потом тут же на весах взвешивают. Записывают себе. Он продал 11 голов. И грузят. Ну, интересно. Тоже все засняли. Но когда дело дошло до расчета деньгами, этот. А он нас знает, оказывается. И меня хорошо знают, их руководители. А вот деньги показывать это не надо. Это нехорошее. Я не хочу. Я говорю, рассчитывайтесь. Не хочу. Где мы рассчитывались записанным. На видео выставлено. Никогда не было спору. Хорошие отношения сохранялись. А Игорь, он барабаш, отдал гречку и не мог ничего. Говорю, там на 700 тысяч потерял. Это вообще ужас. Ну, тогда давай отсчитывать. Деньги отсчитывать. И уже не стал говорить. Привыкли, не надо. Там интернет или что-то. Это моя работа. Я делаю то, что могу. И вот до обеда ребята проработали. А я отобедал. Встал в окно, глянул. Около, где я вот сейчас нахожусь. Скворечник называется. Ну, домик небольшой. Дерево стоит. Тополь большой, выше намного. Ну, упадет, прям достает уже до дому. Я говорю, убрать нужно. Сначала вышел. И тоже ролики снимали, увидите. И мы четыре с половиной часа вчетвером работали. А пятый еще и Романа пригласили. Он спилил. Володя по лесам закрепил веревку альпинистскую. И мы тянули, и он упал. Ну, там ограду поломал. Все это восстановили. И главное, распилили его весь. Сегодня будут колоть. Убрали. Он оказался внутри гнилой. В любой день мог рухнуть. Гнили ее просто дуб. Не дубло, а там даже грибы завелись. Это два тополя срослись все вместе в один. Интересно. Два разные. Рядом стояли и срослись и дальше одним пошли. Ну, и рядом еще тополь был. И клён, и береза. Все это поломалось и пришлось убирать. Ну, и целый день у нас и ушел. Работали. Тут листья поэтей, сучков. И все это показано будет. В деревне насколько все интересно. Ну, а вечером тут подошел Алексей. Мы сейчас больше часа беседовали. Все это о церкви, об уставе, о деревне. Вот. Показать нужно наши ресурсы. Вот это мой мир. Вот я в шапке. Это тут можно переписываться. Показываю, какие я сегодня. Вот уже сегодня события дня. Послушание жён, награда мужьям. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Уже перегнала сюда система. Я так делаю. С нашего видеоканала в мой мир. Ну, и ленточный. Вот. Посмотреть даже можно. Тут новое-новое выставили. Вопросы такие. Я не отвечаю. Мне тут в интернете никак невозможно. Деньги прям пожирает система. Ну, и наш. Вот оно здесь. Тысяча шестьсот тем. Богатые очень материалы. Ну, люди обращаются с простыми вопросами. Там помолиться. Другое. Вот даже можно было бы и показать. Переполнивая тема. Сорок три. Давыдкин спрашивает. В субботу, почему именно Ленин в субботу. Зачем мне это нужно отвечать в субботу? Какое отношение имеет советский власть? Что они имели в виду нигде? Никогда не считал. Ну, суббота перед воскресеньем. Более-менее так. Убирали. Сначала разрушили, убирали. Ничего-то у тебя не вижу. Со священным писанием, с верой в Бога. Не знаю. Может быть, желали евреям досадить. Вот. О покаянии мужа вот пишут. В отчаянии, в унынии. В долги влез. Ну, а кто тебя выкупит? Ты будешь работать? Должник делается рабом, взаимодавшим. Все как положено. Рабом умрешь. Залез в долги. А мы в уставе у себя внесли в деревню. Долги никогда не брать нигде. Вот так. Крестилась неполным погружением. Ну, где-то искать надо. Там, я не знаю, и приехать не может. Вот. Должен быть надеем. Рубашка должна одеваться после крещения. Вот. Какая-то три дороги. И кто, чего, где-то. Ну, вот и крестите. Где-то. У нас присутствуют все. Когда полностью ногой крестятся. Это мужчины. Когда одни мужчины, женщины. То у нас все вместе стоят. В одежде. Вот. Юрий Русских. Правила с пояснениями тоже где можно достать. Людмила Никонова. Мусульмане не верят, что Иисуса родила непорочное дело. Откуда-то берет. Тут она. Я этого даже не знаю. Из какого места. Много чудес. Но как бы то ни было. Остаются без Христа. Не верят, что он Сын Божий. Что это на второе лицо Святой Троицы. Еще это. И то, что здесь и говорите. Все как в Библии. Да если бы так. Зачем нам это нужно знать. Искажение. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасти. Деяние 4.12. Верующий в Сына Божия. Имеет жизнь вечная. Неверующий не увеет жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Они не верят, что кровь Иисуса Христа обывает нас от всякого греха. И мне больше разговаривать не о чем. Церковь в деревне. Хотел бы служить. Батюшку ищем. Ну где я буду искать батюшку вам? Вот. Деноминация. То есть без всякой. То есть она деноминация. Имеет в виду церковь. Это можно ли? Ну в любой ереси. Деноминация это ересь. Церковь это не деноминация, не конфессия. Придумали слова. Иди в православную церковь. Вот. Виктория Джорнис Сан-Франциско. В младенчестве уверовала в процессе жизни. Стараясь как ученик. В сознательном возрасте. Креститься еще раз. Может нет. Единное крещение в оставлении грехов. Если полное погружение было. Ну и вот такие. Тут еще и 44 страница. К мощам. Брошюрки с названием, например, молитвы за людей отпавших. Ну и все это отвечать даже не на что. Почему и из чего. Новое сообщение. Не спорят. У нас такой канал, где споров вообще нету. Нету в течение года. Ну а вот это. Сейчас я покажу. 14 событий дня. Вот здесь этот батюшка. Рассмотрение. 42. Просмотр за 50 минут. Вот. Впечатление. 37 от баптистов. Тут были. Ну немножко есть посещаемость. Вот. 7 576 подписчиков. И 7 287 187 просмотров на сегодня. Ну и самый большой у нас ресурс во свете Библии. Православный библейский сайт. Просто зайти надо. Здесь и книги все мои. 41 книга. И здесь вопросы отвечают. Сейчас о войне идет речь. Вот я закрываю. И перехожу на вопросы и ответы. Вопрос 948. Третий том. Открытым оком. При Министерстве обороны освящена часовня архистратига Михаила. В известиях на первой странице фотографии, где патриарх Алексей II прищищает бритых генералов. Христианство ли это? Зачем церковь соединяется с государством? И дальше ответ. Ответ это, я как помню, Алтайский государственный университет гуманитарий. Это я в университетах вел занятия в пяти. Патриарх ничем не отличается от прочих архиереев в своей бездуховности, говорю, пользуясь их терминологией. Совершенно не сверяется с Библией. А архиереи ничем не отличаются от своих священников. Библия для них как бы и не существует. Священники ничем не отличаются от своих меренг. Слово Божие для всех них не нужно, не является руководством. Повторяю, современное православие, московская патриархия, это абсолютно не евангельская организация. А под религиозным обрядоверием госучреждение. Это 15 лет назад примерно. И в данном случае патриарх просто жалкая игрушка на потеху и потребу мира. Нет у него ни страха Божия, ни истинной веры. Он ездит по стране и играет в бирюльки, освещая какие-то храмы, чесовни, престолы, иконы. И кого-то награждает, и все у него хорошо, и власти его любят. Народ кланяется колесам его лимузина. Ну, конечно, ей понравится такой ответ. Это патриархи, вы говорите. Лука 6, 26. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Иоанна 5, 44. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? А славы, которые от единого Бога, не ищите. 2 Тимофея 4, 3. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Ведь какие места! Я отвечал всегда по слову Божию. Сделайте воображение в сравнении. Апостол Павел причащает генерала Леонидет Мирона и строит часовню на Марсовом поле. Архиерея и патриарх мертвой хваткой всыпились в свою власть. Представь под себе, что сейчас Седьмой Вселенский Собор в лице всех своих представителей вызывает его на допрос и вопрошает. Господин Ридигер, подчиняйтесь вы решениям нашего собора. Он, конечно же, отвечает. Да, святые отцы, нищи сожа, вопреки глаголю, оскудевающие, восполняющие. И тогда ему засчитывают третье правило. Всякое избрание воепископа или пресвитера или диакона, делаемое мерзкими начальниками, да будет недействительно по правилу, которое говорит. Если который епископ, мерзких начальников употребив, через них получит епископскую церковь власть, да будет изверженный, отлучен и все сообщающиеся с ним. Ибо имеющий произвестись в епископа должен быть избираем от епископов, якоже святых отцов определенных правилей, которые говорит, епископа поставлять наиболее приличным всем той области епископам. Если же сие неудобно или по надлежащей нужде, или по дальности пути, то, по крайней мере, три вместе дособерутся, а отсутствующие допримут участие в избрании и изъявят согласие посредством грамот. И тогда творит поставление. Утверждать же таковые действия в каждой области подобает и я митрополиту. Итак, господин Ридигер, снимайте шапку и отдайте свою клюшку другим, а сами скройтесь в Жаровицкий монастырь. И вот если бы так по канонам-то перешерстили всех архиереев, сняли с церкви всю эту коммунистическую коросту, сергианство, уже было бы положено начало восстановления падшей скинии. Во дворе троица, сергиев и лавры огромная толпа. Кто это? Резионная комиссия. Прибыли все до единого участники Шестого Вселенского Собора. Срочными телеграммами вызваны все до единого священники. Вы признаете решение нашего собора или нет? Да, всечестные отцы и признаемы, нещесожи, вопреки глаголям, восполняющие, оскудевающие. Итак, слушайте и внимайте. Четырнадцатое правило. Правило святых и богоносных отец наших дособлюдается и всем. Да бы во пресвитера прежде тридесяти лет не рукополагате, если бы человек весьма достоин был не отлагате, но отлагате до урещенных лет. Ибо Господь Иисус Христос в тридесятое лето крестился и начал учить. Подобно диакон прежде двадцати пяти лет, и диаконисы прежде сорока лет, да не поставляются. Пятнадцатое правило. И подиакон да поставляются не прежде двадцати лет возраста. Если же кто в какую бы то ни было священную степень поставлен будет прежде определенных лет, да будет извержен. Приступить к разоружению, к безоговорочной капитуляции. Далее представьте всех святых отцов, утверждающих апостольские правила. И точно так же перед ними вся советская патриаршая церковь и засчитывается правила апостольские. Сорок девятое, пятьдесятое. Сорок девятое. Если кто епископ или пресвитер, крестит не по Господнюю учреждению в Отца и Сына и Святого Духа, но в трех безначальных или в трех сынов или в трех утешителей, да будет извержен. Пятьдесятое. Если кто епископ или пресвитер, совершит не три погружения. Единого тайного действия, но одно погружение дел, даваемое в смерть Господнюю, да будет извержен. Ибо не говорил Господь, смерть мою крестите. Но, идя, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Духовная инквизиция. Приступите к исполнению ваших обязанностей. Все рясы сложить в одно место, архиерейские жезлы, не рассветшие и сухие, в другое. От прикосновения к этим широким рукавам ряс кровотечение не останавливается ни у кого. В таких лжекрещениях без погружения ангел не возмущает в воду. И калеки не делаются здравыми нигде. И вот после такого очистительного смерча, после такой ревизии, у этих генералов мыслей бы не было брать себе в наложницы невесту Христову, тащить ее на панель. Вот такой мой ответ. Как писали, занятия Лапкина пользуются большой популярностью. Это церковная газета пишет. Но вот о крещении он говорит не так. Ну как говорит? Говорит так, как написано. Ну и на сегодняшний день, считаю, довольна.